Всем огромный привет! Кто еще со мной не знаком, меня зовут Таня. Добро пожаловать на мой канал о парфюмерии. Сегодня я собрала все свои парфюмы от бренда Жульет Хезеган и расскажу вам про те парфюмы, что у меня есть. Давно уже девочки писали в комментариях, просили в совокупности сделать обзор на этот бренд. И потом, что еще хотела отметить. Очень много девочки задают мне тем в комментариях, но, к сожалению, я не могу так быстро снимать видео, как бы мне хотелось. Я бы, знаете, с удовольствием снимала видео каждый день, но, к сожалению, кто меня смотрит, знает, что это не мой основной вид деятельности. У меня есть основная работа, которая занимает большую долю времени. И на YouTube у меня остается совсем чуть-чуть. Но постепенно, потихоньку я, конечно же, буду затрагивать все темы. Итак, давайте, Жульет Хезеган. Первый парфюм, который я приобрела от этого бренда, это Леди Месть. На тот момент, когда вот стали выпускать эти парфюмы, первый, по-моему, был выпущен не парфюм, да, они мне показались такие какие-то необыкновенные, я даже сразу не могла их понять, не сразу начала приобретать парфюмы от этого бренда. Вот первый мой парфюм, это был Леди Месть. Почему? Потому что, кроме молекул, конечно, которые здесь присутствуют, здесь большая часть розы. Это парфюм о розе. Роза с лавандой, роза с геранью. Такая, знаете, она холодная, колкая, шипастая роза в этом парфюме. В базе, конечно, молекулы Амбраксан и Суэ Супер, еще что-то там есть. Но вот я чувствую этот парфюм такой холодной, колкой, шипастой розой. Такой ведненский аромат. Аромат для вам, женщин таких. И я бы предпочла, наверное, носить этот парфюм все-таки с каким-то соответствующим нарядом. Леди Месть на каблуках, там с красной помадой и что-то еще такое. Вот Леди Месть, еще раз повторюсь, первый мой парфюм, с которого началось мое знакомство с этим брендом. Я его приобрела и решила для себя, что я буду продолжать знакомство и буду приобретать новые ароматы, потому что этот бренд на самом деле очень интересный. И что еще хочу сказать, для нишевого парфюма, вот эта вот классическая линейка, они очень даже недорогие. Кстати, девочки, кто живет в Израиле, Суперфарм сейчас именно на Жульет Хазаган сделал небольшие скидки. Так, следующий парфюм это, давайте, наверное, возьмем Маде Мадам, сумасшедшая женщина. Я купила этот парфюм, да, сразу его как-то протестировала, он мне сразу понравился. Долго я ждать не стала и я приобрела этот парфюм. Но потом я еще очень долго его разгадывала. Какой-то вот он для меня был странный, какой-то непонятный. Что здесь? Здесь тоже роза, но роза уже идет с фруктами, с черной смолой. Такой он сладковатый, в базе зашипривается. Это цветочно-фруктовый шипер. Ну, что-то вот я не пойму, какая-то здесь животная нотка в сочетании со смородиной. Что-то вот такое интересное в этом парфюме. Наверное, сейчас даже нанесу его на блотер. Он меня очень заинтересовал. И, кстати, комплименты тоже есть на этот парфюм. Он так шелефит хорошо. Но все равно до конца не могу понять. Но красивый. Вот сейчас, знаете, даже на старте сразу идет такая яркая смородина с розой. Красиво однозначно. Вы знаете, мне кажется, тоже на вечер. Потому что он вот все-таки такой тяжеловатый. Потому что шипр и вот фруктовый, и роза тут такая тоже нелегкая роза. Такая вот бордовая, черная. Густой такой вот аромат. Так, дальше. Ну, давайте возьмем, наверное, не парфюм. Не парфюм. Не парфюм. У меня версия Супердос. Первую версию я для себя не приобрела. Так как я вам сказала, что когда только вышел этот парфюм, я его не могла понять. А вот Супердос, он вышел, когда я уже начала знакомство. Уже подошла ближе к этому бренду. И приобрела, потому что он тоже, знаете, такой необыкновенный. Вот Супердос, он звучит как-то более, уже выраженно, более ярко, чем первая версия. Не парфюм. Он первый, многие на себе не слышат. А вот этот вот очень хорошо на себе я слышу и окружающий слышит. Это аромат чистоты. Это легкий мускус. Это немного сладковатый, немного амбровый. Есть какие-то металлические нотки, я здесь слышу. Немного пудровый, очень женственный. Но вы знаете, это уже не для всех. Кстати, моя невестка взяла попробовать этот парфюм. Взяла у меня этот флакон. Хотела его разносить и потом, может быть, себе приобрести. Но ей он не понравился. Хотя она говорит, что окружающие очень отмечают и делают комплименты на этот парфюм. Я его, знаете, в последнее время ношу. У меня в апрельских парфюмах есть Прада Ирис. Я вот сочетаю с этим ароматом и вообще потрясающе красиво звучит. Так, дальше. Романтина у меня есть. Тоже понравился мне этот парфюм. Знаете, с первого затеста. Вот у меня как-то, кроме одного парфюма, Жульетта Заган, я потом вам его покажу. Все ароматы я как-то вот сразу беру с первого затеста. Они вот, ну, мне кажется, что вот такие парфюмеры, как Францис Куркеджан, у него не может быть, да, плохих парфюмов. Ну, давайте Романтина. Здесь роза, здесь ирис. Он такой нежный тоже, как сказать, легкий, такой невесомый. Может, знаете, очень-очень женственный. Может быть, даже парфюмом на каждый день и на какие-то романтические свидания. Для меня это, в первую очередь, аромат об ирисе. Многие говорят, что это аромат о розе. Нет. Ну, вот, нет. Я говорю сама себе, что для меня это больше всего ирис с мускусом. Такой вот, как я уже сказала, невесомый, красивый, молекулярный аромат. Очень он необыкновенный. Непростой, знаете, такое у него нишевое звучание. Непростой цветочный аромат. Благодаря молекулам, наверное, он раскрывается такой красивой нишевой базой. Так, теперь давайте пойдем в бутиковую линейку. Первый мой аромат, который я приобрела из бутиковой линейки, это Мон Данс. Такие красивые флаконы у них. Здесь прозрачная, да, он прозрачный сам, а жидкость белая. А вот здесь вот, благодаря вот этой вот наклейке, здесь она какая-то металлическая, а внутри она синяя. Вот благодаря этой наклейке кажется, что парфюм синий. Так, что здесь? Это, сейчас, наверное, тоже этот аромат нанесу. Это цветочный шипр. Девочки, кстати, многие парфюмы от Жульетта Заган шипровые. Это цветочный шипр. Здесь уже Тубероза, Фиалка, Роза, Пачули. Это, знаете, такая нишевая вариация на тему Туберозы. Он очень плотный. База у него такая шипровая с Туберозой. Вы знаете, он красивый, он очень шлейфовый. Тоже многие его отмечают, но обязательно тестируйте, потому что он все-таки непростой. Он серьезный такой аромат, знаете. Очень-очень серьезный. И, на мой взгляд, это вечерний парфюм. Он все-таки такой, как я уже сказала, плотненький, глубокий. И очень-очень интересный. Очень красивое сочетание вот этой фиалки, Туберозы и шипра. Дубовый мох. Дубовый мох здесь в базе очень хорошо слышен. Так, следующий это металл Кипри. Кипри, шипр. Ну, Кипр это шипр же, да? Это тоже, девочки, шипровый аромат. Но здесь уже про ирис, замшу и пачули. Очень красивое сочетание замши с ирисом. В базе тоже Дубовый мох. Он такой тяжеловатый парфюм. Нелегкий ирис, да? Вот как, например, вот в этом парфюме. Здесь он тоже, наверное, более вечерний, более плотный такой. Металлические нотки, не знаю, металлический шипр, да, название. Я как-то вот не слышу здесь. Шипр, цветочный. Такой, наверное, более классический. Может быть, даже немного ретро. И тоже, девочки, красивый парфюм, но тоже будьте осторожны. Не для всех все-таки соединение. Вот это вот новое молекулярное. Еще и шипр, здесь еще и цветы. Он такой сложный парфюм. Можно сказать, сложный. Ну, а теперь я хочу вас познакомить с новым моим ароматом. Который я очень давно хотела. Но, знаете, как мы говорим, всего не скупишь. Ну, наверное, пришло его время. Да, и это аромат Лилия Фэнтези. Мне кажется, знаете, очень много негативных отзывов на этот парфюм. И мне кажется, зря о нем так отзываются. Но мне он очень нравится. И вот с первого затеста он мне понравился. Я его не приобретала. Ну, просто вот, знаете, много всяких хотела. Просто я знала, что он у меня будет. Просто вот не приобретала, потому что всего не скупишь, как говорится. Это такое, знаете, вот такая вкусняшка. Наверное, даже сейчас нанесу его на себя. На старте здесь заявлена жвачная резинка. Вот для меня он так и пахнет. Какой-то фруктовой такой приятной жвачной резинкой. Тубероза. Что здесь еще? Жасмин, Амбраксан и Амбра. Ну, явно его, знаете, как-то недооценили этот парфюм. Он очень приятный. Он очень женственный. Очень такое сочетание Тубероза и Жасмина. Кажется, оно должно быть, знаете, такое яркое. Ну, как сказать, такое животное. Не животное, а хищное что-то. Вот, да, ну, животное, наверное. Но нет, он очень приятный такой для меня. Это приятный, вкусный, очень женственный парфюм. Вот, кто любит такие вот вкусняшечки. И, знаете, кстати, он не приторно-сладкий. Немножко такой сладковатый, приятный. Вот его уже наносила на себя несколько дней. И очень у него приятный шлейф такой. И тоже получает комплименты. Кстати, он не очень стойкий. Но вот первые час он очень хорошо шлейфит. Особенно на улице, на ветер. Вот такая обновка у меня. Девочки, 7 ароматов. Это не так мало, да. Очень мне хотелось бы, наверное, собрать всю коллекцию. Мне и другие парфюмы тоже нравятся. Очень достойный бренд с достойными парфюмерами. А на этом я буду заканчивать. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, конечно. Желательно подписываться. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. И всем пока-пока. До новых встреч.